приветствую вас друзья вы на второй части прохождения final fantasy 4 мы с вами остановились на моменте когда вышли на карту мира и давайте хорошенько здесь все изучим все исследуем для меня все это новое я вижу это все впервые это очень интересно эти эти просторы так ну это гублин и попробуем стандартной атакой они удерживают не выдерживают и удара стандартной атаки это хорошо получаем золото 20 опыта 181 а всего 514 чего это интересно узнать и почему написано золото а не гилл так мне хочется все здесь исследовать потом зайдем сюда это очевидно город который принадлежит замку давайте исследуем территорию и посмотрим сколько разновидностей врагов мы можем здесь встретить тоже очень интересно вот носить на эту минуту нам известно 3 до вида врагов это гоблин вот этот вот обитающий глаз и иглокрыс сколько видит всего в окрестностях будет интересно посмотреть что из них также мы можем получить вот получили глазные капли интересно если так это смена персонажа не даже не знаю зачем она нужна если у нас карта может быть здесь на всякий случай проверю настройки звука все в порядке заметил первой части что некоторые диалоги закрываются вот этим окошком с веб-камерой но в таком случае я буду их читать и там еще они закрывали она закрывала количество гили у меня это не столь важно я вам буду говорить сколько их и будете в курсе как интересно выглядит повышение уровня показываются какие характеристики персонажа увеличиваются мне очень нравится это это интересно выполнено я такого не встречал и вот давайте попробуем посражаться на пустынной местности интересно будет ли здесь враги отличаться нет не будут и сейчас я хочу еще посмотреть отнимает ли прыжок какое-то количество маны у нас нужно было отлично он смог его убить нужно было атаковать другого конечно не тому на кого я сделал прыжок здоровье вот тут вопросы может быть каким-то образом можно изучить я специально сделал тьму потому что я хотел посмотреть как выглядит прыжок и какого урона носят как то наверное можно исследовать монстров чтобы знать количество жизни у них и так это чистая и отдающая свежестью горная река впадает в океан или в море что мы с вами сейчас делаем мы сейчас с вами исследуем все окрестности смотрим от доступные нам проходы дальнейшие и параллельно также качаемся параллельно смотрим какие виды монстров нам здесь попадаются вот и каин повысил уровень 11 если у нас зелье лечения нет но у нас есть стенд потому что со временем нам отнимут наши очки здоровья вот первая атака сзади а это значит урон по нам проходит сильнее у нас же урон напротив поэтому я сейчас использую способность мы которая в ущерб здоровью помогает наносить больше урона а прыжок по всей видимости не страдает от того что мы используем его с фланговой позиции так глазные капли это конечно очень приятно но хочу в лесу посражаться а здесь напротив наш удар будет первый а значит и урон будет больше красивый бэкграунд в лесу ну что ж посмотрим что у нас вот здесь теперь так а здесь такой массивный водопад и тупик пока не хочется отходить также друзья далеко от города потому что я думаю мы там можем отдохнуть и восполниться так же интересно можем ли мы вернуться обратно в замок может быть откроются какие-то области в которые мы не могли войти ну видим что первые враги наши они примитивно просты сейчас когда мы уже несколько уровней повысили то они ваншотные или однохитовые кому как нравится ну а говоря обычным языком гибнутся одного удара так вот здесь пещера я так думаю что это проход дальше поэтому сейчас вернемся посмотрим что в городе и потом двинемся в пещеру тогда вот такие сражения я приветствую когда даже не успевают нам нанести урона а помните где были вот эти глаза в девятой фэйнл фэнтези там они назывались ветеранами и встречались уже в самом конце в мемории использовали там если я не ошибаюсь способность смерть они были самыми не опасными из всех врагов которые там присутствовали но тем не менее не такие как здесь вот начальные монстры а мы встречаем еще одну разновидность монстров это здорово и это интересно и мне еще очень интересно как мы можем их изучать поскольку сейчас я оставлю одного может с помощью каких-то предметов что-то делаешь ты угленную атаку носишь защита обменять ряды атака прыжок предметы защита ты тоже да не можешь ну как из изучить информацию противники ну что зайдем в город а это город а барон или барон так порядку общаться давайте с местными жителями что они нам расскажут слышали слух говорят под чертовой дорогой есть тренировочный зал новички могут получить там много полезных советов это же лорд сессил капитан красных крыльев долина туманов она лежит по ту сторону пещеры к северо-западу отсюда да значит обыватель говорить нам о той самой пещере которую мы с вами друзья уже находили магазин палатки и бутылки друзья путешественника собирайтесь дорогу подготовьтесь кому бутылки друзья а мне кофе если вы тоже кофеиновые наркоманы как и я то что может быть приятнее при просмотре прохождения чем чашечка согревающего напитка вот этого обладающего кофеином поэтому если вы любите его сделайте конечно себе что-нибудь такое покрепче и расположитесь поудобней а мы продолжим проходить для вас вон это магазин зелий о бестиаре что это такое накладывает либра неинтересно что такое бестиаре я куплю сейчас и проверю обязательно так давайте купим еще один один тент на всякий случай и нам нужно зелий а можно сразу не по одному накликивать а как-то побольше нет ну ты я 10 сейчас куплю перо феникса у нас также их нет куплю одно на всякий случай воскрешение может понадобиться так а здесь я во все стенки поупираюсь может что попадется а тут можно прочесть информацию нет ладно значит магазин зелий а это у нас в гостинице найдено зелье слушайте здорово что здесь есть предметы которые спрятаны не как вот в 13 части ни одного спрятанного предмета я не нашел за все прохождение потому что их попросту нет спрятанных я не знаю как можно было вообще допустить такое буду буду критиковать 13 часть сколько будет сил потому что ну так она мне испортила вообще настроение а почему-то так одет ты злодей доспехи темного рыцаря вот эту девчушку смутили так еще одна нашли зелье посмотрите она маленькая такая классная такая-то хозяин гостиницы мало денег ищем гибких и красивых танцовщиц спрашивайте за стойкой ну к сожалению у нас с собой нет гибких и красивых танцовщиц я не знаю насколько пойдет на эту роль каин можно предложить ему может быть он обладает свойствами гибкой и красивой да как красивая нужно до танцовщица и мы даже об этом не подозреваем кто знает кто знает скрытые таланты кайна кроме него самого так в стену в стену мы лезем в стену в надежде пройти в секретный проход а там есть сундуки а здесь есть кнопка слушайте а я ее нажал без появления восклицательного знака чем это говорит потому что нужно пробовать гноми хлеб так а гноми хлеб в третьей части попадался он по моему открывает все места на карте здесь стенд и глазные капли еще лорд сессил я ничего не делал клянусь мои ноги уплачены но только это девушка поэтому перевод немного хромает ух ты да это же наш местный темный рыцарь плата шутите ваше присутствие уже награда так может быть тут в углу еще где-то найдем что-то собственно мы можем отдохнуть да нам нужно отдохнуть ладно лучше отправимся дальше посмотрим мы восполнились замечательно следуем дальше так еще нашли глазные капли под вот этим таким кустом скорее больше чем деревом дверь на западной стороне а старый вод водовод он идет в замок но нынче его заперли наглухо так таким образом мы можем выйти из города будем знать влезая в дела людей из долины туманов добра не жди колодцы ничего не хочешь взять дверь заперта но еще одно место куда впоследствии нам нужно вернуться это интересно плохие дни настали раз король обучает своих рыцарей искусству темного меча я согласен с тобой я согласен с тобой пожилой человек что с королем творится нечто нехорошее так тут у нас как я вижу ничего дом сида все птицы мира это книги сида отец опять проработал всю ночь когда он уже поймет что стар для таких подвигов ты ведь скажешь ему правда сессил скажи ему что пора бы остепениться горожане распускают ужасные слухи о его величестве и всех обитателях замка это все что отец смог сделать чтобы заставить их замолчать мы знаем что в замке много хороших людей таких как ты что еще у нас тут за есть книги история воздухоплавания ой посмотрите там в углу там мое лицо вам загораживает самую классную картину вот сейчас наверное нет закончена новый двигатель сид спит и видит и видит работу вот уж трудоголик так туда не можем пройти давайте в этот домик зайдем чертова дорога здесь находится выход на чертову дорогу которая ведет в миссидию это был процветающий торговый путь но волшебники запечатали вход на своем конце дороги надежно перекрыв его в подвале есть учебная комната для солдат но думаю вам нет необходимости учиться бою так волшебники перекрыли потому что наверное после наших действий вот этих вот недавних да мы не можем переместиться а здесь нас наверно будут обучать основам игры тренировочный зал конечно мы все это прочтем и изучим кто знает может быть что-то новое и для себя подчеркнем и давайте сделаем друзья это в следующей части уже очень скоро до встречи в следующей части в следующей части в следующей части в следующей части